Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». Самая занимательная для нас поверхность на Земле – это человеческое лицо, сказал Кристофер Лихтенберг. Но есть одно большое «но», которое всегда нам мешает. Существует множество челюстно-лицевых патологий, с которыми мы сталкиваемся на протяжении всей нашей жизни. Постравматические, врожденные деформации челюстно-лицевой области. Об этой большой проблеме и что с ней делать, и когда нам нужно обращаться к специалистам, расскажут врачи 5-й клинической больницы города Алматы. Ну а вы не переключайтесь, друзья, будьте с нами, будет интересно. Деформация челюстно-лицевой части была и остается большой проблемой общества. Лицо является визитной картой для каждого из нас. Сохранить его и заботиться о нем является задачей каждого из нас. А одним из направлений в устранении деформации челюстно-лицевой области занимается челюстно-лицевая хирургия. Деформации челюстно-лицевой области бывают приобретенные и врожденные. Что такое врожденные? Начнем с врожденного. Это тератогенные заболевания. Это врожденные расшелины мягкого, твердого неба, верхней губы. Ну, различные заболевания, да, которые передаются именно по наследству врожденной. Приобретенные это вследствие перенесенных эндокринных заболеваний. Да, есть такое, приобретенные эндокринные заболевания. Диабет там и так далее, и так далее там. И приобретенные в результате травмы. Травмы от падений, от дорожно-транспортных происшествий, ну и криминальные травмы, всякие факторы могут быть. А в зависимости от объема травм, нанесения и мощности попадания травм, бывают разные степени. Бывают легкой, средней и тяжелой степени тяжести. Бывают сочетанные травмы, когда идет параллельно не только челюстно-лицевая область поражается, но и черепно-мозговая, другие области тела, руки, ноги, грудная клетка, обручная полость может повреждаться. Тогда нам приходится работать совместно с другими специалистами. Локально челюстно-лицевая область, если идет травма, только работаем мы, челюстно-лицевые хирурги. Специалисты клиники часто сталкиваются с пациентами после дорожно-транспортных происшествий. Где-то, если процентное соотношение мы посмотрим, то первое место будет занимать именно ДТП. Потом идет бытовая травма, то есть чаще всего на бытовой почве, где-то подрались, где-то выпили, поколотили друг друга. И уже на последнем месте идут спортивные травмы. Ну, спортивные, да, и производственные травмы. Вот. Теология только такая. Поэтому, почему говорю про именно дорожно-транспортные происшествия? Потому что они самые тяжелые. Там идет сочетание именно нескольких областей лица. Допустим, нос, глазница, скуловая кость, нижняя челюсть. То есть объем оперативного лечения больше, чем, допустим, если тебя просто побили. Ну, естественно, конечно, как тебя побили. И обычно на операцию заходят два врача. Мы обычно оперируем с лор-врачами, то есть мы восстанавливаем нос, восстанавливаем глаза. Иногда требуется помощь даже окулистов. Патологический процесс челюстно-лицевой деформации берет начало в детском возрасте. И именно в это время мы должны обратить наше внимание на возникшую проблему. И не оставлять ее на самотек. Ну, врожденная деформация чаще всего развивается внутриутробно у матери. Чаще всего у нас встречаются врожденные расщелины губ, неба. Это у нас все в Казахстане хорошо развито. В частности, в нашей клинике ведущие специалисты занимаются этим. Детям оперируют губы, уранопластику делают, хейлопластику делают. Это все зависит от здоровья ребенка. Если ребенок здоровый, это все восстанавливается. В дальнейшем уже приводится все в норму. Врожденная деформация, то есть вообще чаще всего это занимается, у нас есть детское челюстно-лицевое отделение. Это не заращение верхней губы, не заращение. Мы уже делаем коррекцию. На этапе, допустим, после 16, 17, 18 лет первичную операцию делается детскими челюстно-лицевыми хирургами. Потом мы делаем коррекцию. Когда лицо в любом случае растет, то есть на детском этапе закрывается, допустим, губка, неба, чтобы ребенок мог кушать нормально, разговаривать. А потом, когда эти дети взрослеют, вот, допустим, возьмите Макаревича, Боярского, потом брат Джулии Робертс, вот у них вот хейлопластика незаметная. Там после коррекции очень хорошо сделана пластика. Когда уже лицо, допустим, у юношей до 25 лет формируется лицевой каркас, останавливается в развитии, да, тогда уже можно делать окончательную коррекцию. Но некоторые пациенты приходят раньше, потому что, вы знаете, период пубертатный, полового созревания, и мальчикам, и девочкам хочется красоты. И поэтому вот в этом периоде очень большой наплыв пациентов именно с врожденными остаточными дефектами и деформациями. Но бывает так, что первично обращаются люди, не оперированные по поводу врожденной деформации, и это чаще всего регионы. Я все-таки связываю это с тем, что все-таки на местах очень мало специалистов именно нашего профиля. Вот. У нас был недавно пациент, ему было 45 лет. То есть по себе и не было, да? Да, и он приехал, он просто не мог говорить, потому что не было неба, и вот вдруг вот в этом возрасте он ему захотелось все это сделать. Но там была такая проблемка, мы, в принципе, все это сделаем, но психологически он все равно будет разговаривать так, как разговаривал. То есть речь, это все до пяти лет все это ставить надо. Также одним из сопутствующих патологических процессов может быть онкологические образования. От сопутствующих заболеваний, чаще всего от онкологических заболеваний. Как вы знаете, довольно онкологи у нас на эстетику особого внимания не обращают. Им главное в пределах здоровой ткани убрать очаг онкологической, как говорится, образования. Убирают, а в дальнейшем человек теряет часть органа, например, челюсти, глаз, нос теряет, уши теряет. И нам приходится это все восстанавливать в дальнейшем реконструктивным методом. Как сказал врач Выше, действительно мы живем, слава Богу, в такой стране, где можно сделать коррекцию, восстановить и вылечить такого рода патологический процесс. Будь он врожденный или приобретенный, все инструменты и нужное техническое оборудование есть. В пятой клинической больнице высококвалифицированные специалисты применяют один из методов хирургического вмешательства. Реконструктивно-восстановительная операция в челюстно-лицевой области. Реконструирование это в основном идет тогда, когда у нас явный дефект какого-то органа. Например, недавно у нас приезжали коллеги из Кореи, Южной Кореи, Сеула. Они провели операцию на девушке, довольно молодой, если не ошибаюсь, лет 25. У нее после тяжелого заболевания как бы отсутствовал нос. Они реконструктивно восстановили, как бы с основанием как бы являлась лоскутом с олба, все восстановили. Но это как бы не одним этапом восстанавливается, несколько этапов надо будет. Первый этап основной, чтобы придать предельно ясную форму носа. Второй уже как бы идет этап, уже корректировка. Третий – это уже окончательная корректировка, что уже форму придает настоящему носу. Очень часто используем именно титановые пластинки под глаз, под глазницу. И на лице есть такая особенность, понимаете, эти импланты надо установить так, чтобы потом не было видно шрамов. Это если, допустим, где-то на руке и ноге сделал разрез, поставил и все, то на лице, допустим, если это под глаз, естественно, разрез надо сделать так, чтобы потом не было шрамов. То есть человек для чего это делает? Чтобы не было незаметно, чтобы он вообще сделал какую-то операцию. Обычно разрез идет именно по нижнему краю века, где-то 2 мм отступя от ресничного края, вставляется имплантат. То есть после операции, где-то месяцев через 6, наверное, уже практически незаметно линию разреза. Если, конечно, все-таки приходится делать разрез на лице, то это обходится именно минимальными разрезами, 1-2 см. Либо стараемся это вообще сделать эндоскопически, то есть по волосястой части головы, там, где волос растет, делаем разрез, скальпируем, просто отслаиваем до дефекта, делаем операцию, закрываем. То есть тогда вообще незаметно будут разрезы. То есть все операции учитываем именно с учетом косметических линий лица. Для того, чтобы... Да, да. Ну, мы для этого и делаем пациента, чтобы он эстетически был доволен. Учитываем, понимаете, морщины в пол человека. То есть достаточно очень сложное планирование. Пациент поступает, мы обычно садимся, фотографируем, думаем, как это лучше все это сделать. Есть еще совместно ортопедические методы, когда бывает недоразвитие нижней челюсти, верхней челюсти. Это у нас уже ортопеды, ортодонты. Совместно с ними они подготавливают разные пластинки, винтовые корректирующие аппараты. Они будут в дальнейшем будут стимулировать рост челюсти. Это чаще всего в детском и подростковом возрасте у детей, когда идет бурный рост, они стимулируют рост челюсти и подгоняют к норме. Хочу отметить, что немаловажным фактором является психосоматическое состояние человека. Самое главное, друзья, в борьбе с любым недугом – это сохранять спокойствие. Очень часто используем именно титановые пластинки под глаз, под глазницу. И на лице есть такая особенность, понимаете, эти импланты надо установить так, чтобы потом не было видно шрамов. Это если, допустим, где-то на руке и ноге сделал разрез, поставил и все, то на лице, допустим, если это под глаз, естественно, разрез надо сделать так, чтобы потом не было шрамов. То есть человек для чего это делает? Чтобы не было незаметно, чтобы он вообще сделал какую-то операцию. Обычно разрез идет именно по нижнему краю века, где-то 2 мм отступя от ресничного края. Когда вставляется имплантат, то есть после операции, где-то месяцев через 6, наверное, уже практически незаметно линию разреза. Если, конечно, все-таки приходится делать разрез на лице, то это обходится именно минимальными разрезами – 1-2 см. Либо стараемся это вообще сделать эндоскопически, то есть по волосястой части головы, там, где волос растет. Делаем разрез, скальпируем, просто отслаиваем до дефекта, делаем операцию, закрываем, то есть тогда вообще незаметно будет разрез. То есть все операции учитываем именно с учетом косметических линий лица. Для того, чтобы… Среди? Да, да. Ну, мы для этого и делаем пациента, чтобы он эстетически был доволен. Учитываем, понимаете, морщины в пол человека. То есть достаточно очень сложное планирование. Пациент поступает, мы обычно садимся, фотографируем, думаем, как это лучше все это сделать. Любая операция на лице – это индивидуальный подход врача и пациента. Надо учитывать все – и национальность, и возраст. Потому что у каждого пациента свои индивидуальные способности, сопутствующие заболевания. Бывает так, что элементарная операция даст не тот результат, который ты получила. А бывает, вот стоишь за операцией усталом, думаешь, блин, вот не получится, сложно все так, все. И выходит так, что пациент помогает тебе, пациент просто готов к тому, что реабилитация будет очень тяжелая. Приходят люди ко мне через несколько лет, на них смотришь, вот, они этот период пережили, там даже не шрамов, просто люди счастливы. Это все зависит от душевного состояния пациента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова